Это программа «День с толком». Сегодня подведем итоги уходящей недели в студии Елены Макаренко. Здравствуйте! Начнем выпуск сегодняшнего праздника – Дня защиты детей. В Барнауле, несмотря на прохладную погоду, его отмечают масштабно. Большая часть мероприятий проходит в парках города. Например, в Центральном состоялся парад колясок, в котором приняли участие семьи с детьми до 7 лет. В настоящую территорию детства превратился парк «Изумрудная». Здесь детей развлекал волонтерский проект «Мехутка». В юбилейном игровая программа стартует в данный момент. Здесь, на Большом перекрестке, в центре парка организована танцплощадка. Ну а теперь к основным темам недели. Эта весенняя неделя выдалась на редкость холодной. И на ней действовало сразу два штормовых предупреждения. Одно из-за заморозков, другое из-за порывов ветра, который местами достигал 27 метров в секунду. Во многих районах ветер сопровождался ливневыми дождями. Это видео нам прислали из Косихинского района. Но практически аналогичные погодные условия были по всему краю. Автоинспекторы предупреждали о соблюдении водителями скоростного режима и безопасной дистанции. В Барнауле из-за луж, которые образовались после многочасовых дождей, глохли автомобили. В землю даже провалился КАМАЗ. А в Бийске автоперевозчики отказались выходить на маршруты по причине разлившихся в городе озер из дождевой воды. В Барнауле в середине недели ветер повалил несколько деревьев. Благо обошлось без жертв. Но жертвы в крае все же были. Из-за заморозков в некоторых районах ночью температура опускалась до минус пяти. Погибли многие растения. Вот так поработал мороз у нас. Позамерзли цветочки. Вот оно как все. Вот пиончики. Аж хурстят. Всю эту неделю напряженной оставалась паводковая ситуация в Барнаульском затоне. Практически ежедневно уровень воды здесь пусть не резко, но поднимался. К концу недели подтопленными оказались уже 100 приусадебных участков. Из-за угрозы подтопления жилых домов в микрорайоне возвели даже водоналивную дамбу. Подробнее о развитии второй волны паводка у Барнаула в следующем сюжете. Находимся в микрорайоне Затон города Барнаула, где происходит укрепление береговой линии водоналивными дамбами в целях противопаводковых мероприятий, чтобы не допустить подтопления жилых домов, которые находятся в прибрежной зоне реки Аби. Водоналивную дамбу установили во вторник. К тому моменту Оль поднялась до отметки в 570 сантиметров, что на 10 больше критической. Дамбу возвели на улице Озерной. Помимо нее построили 500 метров защитных валов. Еще 2 километра обновили. Это помогло снизить угрозу подтопления нескольких десятков приусадебных участков. Спасибо МЧС, что заботятся, придешь. Во вторник вода зашла на 80 приусадебных участков. К концу недели уже на 100. 7 дорог ушло под воду. Ситуацию сильно осложняли дожди. Но, несмотря на них, к пятнице вода на сантиметр упала. И это спасло от подтоплений жилые дома. Проверяем количество проживающих в домовладениях, уточняем их и составляем списки по категориям граждан. То есть это маломобильные жители, которые имеют инвалидность, семьи с детками до года, беременных женщин. Но чтобы в первую очередь начать эвакуацию с этой категории граждан. Всю неделю в Затоне дежурили спасательные бригады и полиция. Также, по официальной информации, в микрорайоне развернули три пункта временного размещения. Власти надеются, что обойдется все же без эвакуации. По прогнозу синоптиков, осадки скоро должны прекратиться. Ситуация в поселке находится под постоянным контролем. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Практически всю эту неделю делегация из Алтайского края во главе с губернатором Виктором Томенко работала в Республике Беларусь. Визит оказался весьма плодотворным. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве до 2027 года. По нему предлагается взаимовыгодное партнерство сразу по целому ряду ключевых направлений. О закупках алтайской гречихи, поставках сельхозтехники, о разработках беспилотников и прямом авиарейсе в сюжете Данила Кузнецова. В Республику Беларусь алтайская делегация прибыла чуть ли не с половиной правительства во главе с Виктором Томенко. Оно и понятно, направлений работы много. Главное из них, конечно, сельское хозяйство. Братский народ не прочь закупать гречиху у нашего региона в случае необходимости. Также обсудили вопрос техники. Белоруссия готова поставлять запчасти их тракторам и комбайнам и обучать персонал. Отметил Александр Лукашенко и возможную работу в сфере туризма. Это один из красивейших, просто сказочных регионов России. Для активизации поездок деловых и туристических необходимо хорошее транспортное сообщение. А точнее, открытие прямого авиарейса между Минском и Барнаулом. Это, на мой взгляд, также актуальная тема для взаимной проработки. В свою очередь, Алтайский край заинтересовал опыт по созданию комплексов по переработке твердых коммунальных отходов и новая белорусская техника аварийно-спасательного назначения. Также от Виктора Томенко появилось предложение по сотрудничеству в сфере гражданской беспилотной авиации, предназначенной для сельского хозяйства. По итогам поездки между Республикой Белоруссию и Алтайским краем был утвержден план по сотрудничеству до 2027 года. Также Виктор Томенко и глава Гродненской области Владимир Каранник подписали документ о взаимодействии регионов в течение следующих трех лет. Это касается в том числе, конечно, и гуманитарного аспекта, это касается и туризма, путешествий, и Гродненская область, она, ну, наверное, с первых минут очаровывает. Ну, Алтай и, в частности, Алтайский край тоже способен удивлять и влюблять в себя. Отметим, в 2023 году товарооборот Белоруссии и Алтайского края увеличился на 2%, достигнув 108 миллионов долларов. Кроме того, в первом квартале текущего года объем торговли вырос почти на 80%. Данил Кузнецов, День с толком. С предложением проиндексировать социальные выплаты работникам скорой помощи и младшему медперсоналу намерены обратиться в правительство России депутаты АКЗС. Вопрос о направлении инициативы на федеральный уровень рассмотрят на ближайшей сессии ЗАГСобрания. Отметим, инициатива принадлежит Комитету по здравоохранению парламента и двум фракциям «Единой России» и КПРФ. К депутатам поступает большое количество обращений от медицинских работников и их руководителей с просьбой скорректировать положение постановления правительства России об индексации соцвыплат медикам малых городов и сел, в том числе сотрудникам станции скорой помощи. Напомню, что еще в начале апреля по стране прокатилась серия обращений от фельдшеров, которым почему-то не индексировали соцвыплаты. Там почему контраст возникает, что если ты фельдшер в ЦРБ и занимаешься неодолжной помощью, то ты получаешь эту максимальную выплату – 30 тысяч. А если ты на скорой помощи, где не менее, а даже более интенсивная работа, ты останешься на старой выплате в 7 тысяч. Мы не только обращаемся и призываем законодательные органы других регионов нас поддержать, внести коррективы, постановления. Еще раз говорю, она важная, нужная, замечательная. Это реальная поддержка, внести изменения, стабилизировать ситуацию в лечебных учреждениях. Вот наша цель. Депутаты АКЗС, выступая с обращением в правительство России, предлагают увеличить спецвыплаты фельдшерам скорой до 30 тысяч рублей, врачам – до 50. А также установить спецвыплаты водителям скорой в размере 15 тысяч рублей. Разрешить получать спецвыплаты медикам, которые работают по совместительству, внести в число получателей спецвыплат руководители медорганизации малых сел и городов и их заместителей, оттока управленческих кадров, так же, как и фельдшеров скорой, по словам председателя комитета АКЗС по здравоохранению Владимира Лещенко, тоже хотелось бы избежать. Лихорадка и мышечные боли – пожалуй, основные симптомы нового штамма коронавируса, который недавно дошел и до России. Насколько опасен флирт? А именно такое название ему дали? Фиксируют ли новый штамм на территории края? И кто сейчас пациенты ковидного госпиталя? Расскажем в сюжете. GN1 Цербера теперь флирт. Это самый известный из последних штаммов коронавируса. В сравнении с Цербером название нового, мягкое и даже интригующее. Эксперты говорят, его выбрали по элементам структуры штамма, по начальным буквам аминокислот. Впрочем, и большой опасности вирус не несет. На самом деле, так, чтобы в этом новом варианте вируса видели значимую угрозу гарантированную, такого, к счастью, нет. Ни его вирулентность, ни его заразность не увеличились. Это просто очередной вариант омикрон. Московские эксперты называют штамм разновидностью интересной для специалистов по причине его появления не в осенне-зимний период, а ближе к лету. В центральных регионах страны после майских праздников отметили рост заболеваемости ковидом, в том числе нового штамма. В нашем регионе штамма флирт пока нет, да и ситуацию с коронавирусом в региональном Роспотребнадзоре называют стабильной. На территории Алтайского края в настоящий момент идет снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Еженедельно регистрируется в среднем около 200 заболевших. Каждый день это приблизительно 30-35 человек. На койки ковидного госпиталя сейчас поступают в основном те, у кого есть серьезные хронические болезни. Ковид лишь усугубляет их течение. По данным Роспотребнадзора, в регионе по-прежнему тестируют на коронавирус всех, кто болеет с высокой температурой и есть подозрения на пневмонию. При желании можно поставить и профилактическую прививку, правда, за свой счет. Ажиотажа на вакцинацию нет. Прививают новой вакциной конвоцел. Эпидемиологи говорят, она адаптирована ко всем штаммам ковида, который, к слову, продолжит появляться. Это процесс постоянный. И, с другой стороны, надо понимать, что он абсолютно точно, с большей вероятностью, точнее, он необратимый. И другое дело, как часто мы с вами, как обыватели, получаем эту информацию. Вот в данном случае придумали очередное название, несколько отличающееся от того, что было раньше. Ну вот обратили на это внимание. Ковид все еще опасен. Но уже в этом году, по словам главного инфекциониста страны, вирусолога Николая Малышева, коронавирусная инфекция станет сезонной болезнью. Пока статистика этому противоречит. К примеру, на 29 мая в Москве, по данным интернет-порталов, заболеваемость ковидом за неделю, и это в преддверии лета, выросла на 54%. Среди прочих, зарегистрировано и 178 случаев штамма «Флирт». Татьяна Голубева, Владислав Ковалев, День Столком. Заемщики смогут самостоятельно продавать заложенные по ипотеке имущества. Ранее, если у человека возникали финансовые сложности, по сути, его квартирой мог распоряжаться только банк. Мы неоднократно рассказывали об историях, когда из-за просрочек по ипотеке семьи теряли и жилье, и все деньги. Что может измениться с принятием нового закона? Смотрите в сюжете Ирины Корчагиной. Госдума в третьем чтении приняла закон, который позволит заемщикам самостоятельно продавать заложенные по ипотеке имущества. Этот закон не имеет никакого отношения к тем людям, которые просто продают свою квартиру. Речь идет о тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Документ был внесен на рассмотрение еще в 2020 году. По текущему законодательству, если человек для получения кредита предоставил имущество в залог, то им может распоряжаться только банк. Суд, оценивая жилье, средняя стоимость рыночной оценивалась, и принимая решение, в силу закона обязан был сразу провести уменьшение стоимости этой рыночной стоимости квартиры, либо жилого дома на 20%. То есть, по примеру, если оценили эксперты в 5 миллионов жилой дом или квартиру, стоимость квартиры, то банк, подав такое исковое заявление, и суд выносит решение о том, что стоимость этой квартиры минус 20%, то есть первоначальная оценка была 5 миллионов минус 20%, то есть это 4 миллиона. Такая схема, естественно, не очень выгодна тем, кто в итоге теряет и жилье, и деньги. Новый закон должен обеспечить баланс интересов как кредиторов, так и заемщиков. И если цена окажется выше задолженности, то разница остается у вчерашнего обладателя квартиры. Сейчас же могут предоставить гражданину 4 месяца на то, чтобы он самостоятельно попробовал продать квартиру по максимальной цене, без лишних комиссий и каких-то иных платежей. Поэтому закон направлен на защиту, по сути, интересов граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В любом случае, юристы советуют не дотягивать до последнего, если понимаете, что вам нечем оплачивать кредит. Когда массово шли, это вот 19, 20, 21, ну это я даже не могу число сказать, но это через меня проходили 500 и более, наверное, дел даже таких, которые фактически, ну знаешь, что это бесполезное дело, что это все равно банк прав, банк все это сделает, заберет и выставит все на торги, все это реализация будет. Кстати, даже после принятия закона кредитор имеет право отказать человеку в самостоятельной продаже, но только в том случае, если процесс обращения в сыскание уже был запущен, либо возбуждена процедура внесудебного банкротства. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, День с толком. Производственная кооперация – лучший вариант для развития сферы легкой промышленности. Такой вывод можно сделать, исходя из заявлений участников Большого сибирского форума легкой промышленности, который проходил на неделе в Барнауле. В нем приняли участие десятки руководителей предприятий по производству одежды и обуви. Какие механизмы по их объединению уже действуют и как это отражается на сфере, знает Данил Кузнецов. Привлечение кадров, в том числе и из стран ближнего зарубежья, объяснение принципа выплаты зарплат и роботизация процессов производства – эти и другие темы в Барнауле обсуждали на первом сибирском форуме легкой промышленности. Особое внимание – проблемам отрасли, маркировке товаров, которая ведет к удорожанию процесса производства одежды и обуви, наращиванию производственных мощностей. Есть определенные сложности с поставками технически сложного оборудования, которое не всегда даже производится в Китае. Сложности эти заключаются не только в транспортировке, но и в прохождении платежей поставщикам этого оборудования. Одно из кардинальных решений для сферы считает ряд участников – кооперация заводов. Так и распределять ресурсы и налаживать производственные циклы – эффективнее и проще. За последний год, к примеру, предприятие по выпуску снаряжения для охоты и рыбалки обзавелось несколькими подрядчиками. Они отшивают изделия взамен на раскрой. В определенном смысле завод кооперируется даже с рабочими. Кадровый вопрос сегодня номер один. Работающая система доска решения проблем, распредложений. То есть, когда любой человек может свою проблему, либо идею по улучшению какого-то процесса заполнить в бланк, оставить на доске и в течение короткого времени эта проблема рассматривается. И когда эта идея приносит экономический эффект предприятию, человек получает бонус в виде процента от экономического эффекта. Конечно, это не единственный способ по поддержке сотрудников, говорят участники форума. Некоторые предприятия, к примеру, ввели компенсации за питание и реализуют программы по повышению квалификации. Это приносит неплохие плоды. Так, в самом популярном направлении легкой промышленности – изготовлении одежды – за два года число швей выросло на 40%. Однако для решения проблемы кадров и этого мало. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком! Самого первоклассного сварщика выбрали на неделе в Барнауле в рамках регионального этапа всероссийского конкурса «Лучше по профессии». О состязании специалистов, которые представляют собой своеобразный сплав художника и хирурга, в следующем сюжете. На счет три приступаем к сварке. Раз, два, три! Теория сдана, отсчет для практики пошел. У 13 участников конкурса «Лучший по профессии» есть 40 минут, чтобы сделать лучший шов в своей жизни. Здесь, как в хирургическом отделении, важна точность и аккуратность. Вот только вместо мягкой кожи пациента – твердый металл. А скальпель заменяет сварочный электрод. Сплавить нужно две трубы под углом 45 градусов на весу. Задание непростое. На то и всероссийский уровень состязаний. Региональный этап, по традиции, проходит на одном из крупнейших заводов Барнаула. Буквально каждый сантиметр сварщик должен менять наклон электрода, скорость сварки и формировать качественный шов. Как изнутри, так и снаружи, потому что подкладного кольца нет. Все на весу. Как и в хирургии, в сварке самое главное – функционал шва. Однако до радиографического контроля, который показывает дефекты, трубу могут не допустить. Для мастеров сварного дела куда важнее проверка визуально-измерительная. Внешний вид играет далеко не последнюю роль. Так что в определенном смысле нужно быть еще и художником. Можно электрод сравнить, например, с карандашом или кистью. То есть так же, получается, наносишь металл, расплавленный на изделие. И так же чешуя, шва может быть разная, может быть красивая, может быть некрасивая. Но если классических художников в Алтайском крае хватает, то рабочих, в том числе сварщиков, катастрофически не достает. Для привлечения кадров те же заводы и зарплату поднимают и создают разные дополнительные меры поддержки сотрудников. На это сегодня нацелена вся промышленность и особенно оборонные комплексы. Они подняли существенно заработную плату, согласовали это со своими заказчиками. И люди идут туда, плюс там предоставляется бронь, как вы все знаете. Поэтому как-то пошли кадры туда, и мы отмечаем, что еженедельно где-то там от 30 до 80 человек пополнение идет еженедельно этих предприятий. В целом Алтайским заводам недостает сегодня около 10 тысяч человек. Профессиональные конкурсы призваны повысить престиж профессий и материально поощрить талантливых рабочих. К примеру, лучшие сварщики этих соревнований в зависимости от призового места получат от 60 до 100 тысяч рублей. Не меньше, чем порой художник получает за достойную картину. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Предприятия Края все активнее предлагают абитуриентам обучаться по целевому направлению. Это когда будущий студент заключает договор с работодателем, учится за его счет, а после работает в его компании. По состоянию на 22 мая около сотни алтайских работодателей разместили 268 предложений о целевом обучении. Это один из самых больших показателей среди регионов страны. Рост числа объявлений о наборе студентов-целевиков эксперты объяснят просто. Во-первых, сами предприятия заинтересованы в привлечении и удержании у себя молодых специалистов. Во-вторых, с мая в силу вступил обновленный закон, который обезует заказчиков предлагать и заключать договоры о целевом обучении. Добавим, подобные объявления размещают на цифровой платформе «Работа в России». Подать заявку абитуриент может на госуслугах или в бумажном виде. В этом году вузы страны, в том числе Алтайского края, будут в последний раз набирать абитуриентов по Болонской системе образования. Она действовала в России 20 лет. Но со следующего года в российской системе высшего образования больше не будет понятий «бакалавриат» и «магистратура». Что будет с теми, кто будет поступать в этом году? Как они встроятся в систему образования в эпоху ее реформирования? Спросим у ректора крупнейшего вуза нашего региона Андрея Маркова. В связи с тем, что высшее образование переживает сейчас перемены в этом году, изменится ли правило приема абитуриентов в вашем вузе? В этом году правило приема не изменится. 1 марта были приняты правила приема. Сейчас кое-какие небольшие изменения вносятся, но это не связано с переходом от Болонской системы к той обычной системе, к которой мы привыкли. Поэтому каких-то вот таких перемен в этом году мы точно не ждем, их и не будет. Поменяются ли в этом году сроки обучения студентам, в том числе тех, кто только поступает в вуз или закончил первый курс? Так как нормативных документов пока нет, поэтому мы можем делать только предположения. Значит, ну предположение таково, что все-таки те, кто поступили учиться на бакалавриат, они и закончат с бакалавриатом. Вот и дальше... Соответственно, и те, кто сейчас уже на втором курсе учатся. Да, а тем более те, которые уже сейчас учатся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, либо магистратуры, конечно, они будут продолжать свое обучение. А может вообще так случиться, Андрей Михайлович, что при переводе с Болонской системы на новую появится какая-то абсолютно другая система образования? Я думаю, что это и невозможно, и я вижу, что в этом и нет какой-то абсолютной необходимости. Я ее просто не вижу. Потому что, ну, скажем так, советская та система образования, которая была, я не вижу нужды возвращаться к той системе. У ней были свои определенные недостатки, были достоинства. Самое главное, что... Ну вот меня, как ректора технического университета, конечно, волнует больше образование именно инженерное. И то, что было пять лет, а может быть и даже и больше, у нас и сейчас сохранился специалитет по ряду специальностей. Это очень востребованные специальности. И вот этих пяти лет, в принципе, было достаточно для того, чтобы дать хорошее базовое образование. Ну, доучиваются люди всю жизнь. И поэтому я не исключаю, что перейдя на специалитет, ну и министр об этом говорил, перейдя на специалитет, мы исключим магистратуру. Магистратура очень хорошее дополнение к специалитету. Это появление навыков исследования, которые тоже необходимы в инженерном деле. Поэтому я считаю, что те пять или пять с половиной лет, которые декларировал наш министр, это очень нормально будет для нас, для инженерного образования. Более того, наши работодатели, работодатели наших выпускников, они постоянно писали обращения, требовали иногда о том, чтобы вернули пятилетнее инженерное образование. Если мы говорим о принципиальном отличии баллонской системы, да, от той, которая будет в ближайшие годы, то какие у них принципиальные отличия, есть ли они? Она, скажем так, принципиально ничем не будет отличаться. Как учили сопромат инженеры, они так его и будут учить. Как учили материаловедение, без этого не обойдешься. Другое дело, что увеличатся сроки обучения. И мы будем, я надеюсь, очень надеюсь, что мы будем даже в дипломе писать полноценное слово инженер, как вот у меня было инженер-механик, сейчас нет инженера. Увеличатся сроки, надеюсь, что увеличатся объемы практической подготовки, потому что в четыре года мы пытались уложить то, что мы раньше делали в пять лет. Не скажу, что у нас не получалось, потому что все равно в любом случае выпускники политех это очень востребованные выпускники, они нужны на расхват, тем более сейчас. А если мы добавим хотя бы один год, то мы можем добавить практической подготовки, улучшатся, ну скажем так, увеличатся объемы курсовых проектов. Надо сказать, что у нас курсовые все проекты, тем более выпускные и квалификационные работы, это всегда решение практических задач. Это не теоретические задачи, это практические задачи и в большей степени по заказу конкретных предприятий. Поэтому, увеличив объемы практической подготовки, ну мы получим более качественных специалистов. Одно из преимуществ баллонской системы для студентов, я думаю, было то, что они могли после завершения, ну или во время учебы пойти учиться в зарубежные вузы. И такая возможность предоставлялась всем, кто учился на баллонской системе. И сейчас наши студенты, если мы перейдем на другую систему, смогут учиться в каких-то зарубежных вузах. Вообще будет такая возможность. А мне всегда было интересно. Вот мы вкладываем государственные деньги, да, для того, чтобы в первую очередь обеспечить кадрами свою экономику. А почему мы должны волноваться за экономику других стран? Зачем? Ну в первую очередь это для себя мы готовим кадры. И если нам эта система образования удобна, если она востребована, то в первую очередь нужно об этом думать. А о том, возможно ли нашим студентам продолжать обучение за рубежом, ну например, бакалавриат здесь закончили, а магистратуру пошли туда. Ну во-первых, надо посмотреть статистику, сколько таковых студентов было. По крайней мере из нашего вуза, ну может быть единицы продолжали такое обучение. Но и здесь даже больше у нас шло не с европейскими странами, а например с Китаем. У нас есть совместные образовательные программы, когда наши студенты получают два диплома, имеют возможность продолжать обучение в Китае. Не так давно у нас были представители нашего партнера Доляньского университета «Нэософт». И мы поднимали эту тему, как будем дальше развиваться, если мы перейдем. У них у Китая как раз система бакалавр-магистратура. Как быть в этом случае? На что мне было отвечено? Ну до Баломской системы мы же взаимодействовали. Мы найдем возможность пересчитать зачетные единицы или еще каким-то образом. И я не думаю, что это будет являться препятствием для академических обменов. Но еще раз говорю, что вообще-то мы готовим кадры для себя в первую очередь. И теперешние события показывают, что наши кадры очень востребованы. Они нужны в первую очередь здесь. А если у кого-то появится необходимость получения образования за рубежом, во-первых, это не так и просто было, это знание языка и так далее и тому подобное, то уж если эти люди хотят, они при любой системе будут иметь эту возможность. Но еще раз повторяю, мы готовим кадры в первую очередь для себя. Спасибо. Вновь избранный ректор классического университета Сергей Бочаров выдвинул свое предположение, почему до выборов в университете из пяти кандидатов дошло всего два. Он и Роман Ракитин, который возглавляет колледж при вузе. Напомним, на днях Бочарова большинством голосов переизбрали на второй срок. Подробнее в материале Ирины Корчагиной. Спокойно и без страстей. Именно так прошли выборы на пост ректора Алтайского госуниверситета. Абсолютное большинство задействующего ректора Сергея Бочарова – 174 голоса. За второго кандидата Романа Ракитина – 52 голоса. И это вряд ли было интригой. Изначально свои кандидатуры на должность ректора выдвинули пять человек, но по каким-то причинам трое из них не прошли аттестацию в Министерстве образования. В мотивах у министерства могло быть, что если университет работы добивается результатов, то, конечно, можно поддержать, скажем, действующего руководителя и сократить количество кандидатов дополнительных. Потому что понятно, чем больше кандидатов, тем, естественно, возникает для разных рискованных ситуаций больше событий. Судя по всему, определенного авторитета за свой первый срок Сергей Бочаров добился. В начале этого года ученый совет дал удовлетворительную оценку его работе на очередном отчете. И по словам нового старого ректора, университеты государства слишком много в него вложили, чтобы отказаться от второго срока. Что касается единственного конкурента Бочарова Романа Ракитина, который семь лет возглавляет колледж АГУ, амбиции для еще одной попытки стать ректором у него есть. Я для себя очень многое понял за полгода подготовки к данной процедуре. Ведь она была достаточно длительная. Это и развитие собственных компетенций, подготовка программы развития, и участие в том самом отборе. Поэтому только все начинается через пять лет, если что, еще попробуем. Но пока следующие пять лет вузом будет руководить Сергей Бочаров. По его словам, он полон сил и понимания, что нужно делать дальше. У нас есть ряд, скажем, намерений провести трансформацию в области образования, в области научной политики. У нас необходимо развивать международную деятельность. Ну, естественно, это система управления и кадры. Кстати, по словам коллег Бочарова, во время первого срока он достаточно закалился в систематическом противостоянии со своим бывшим наставником. Речь идет о бывшем ректоре и президенте АГУ Сергею Землякове. Что ж, предстоит принимать сложные решения, прислушиваться к коллегам и быть у руля университета, за которым стоит 21 тысяча человек, и ежегодный оборот – более 2,5 миллиардов рублей. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Право на досрочную пенсию получили инструкторы по физкультуре в детских садах. Ранее они не были внесены в список педагогов, которые могли уйти на пенсию после отработки 25 лет стажа. Физруки детских садов неоднократно обращались в АКЗС, чтобы депутаты помогли им устранить существующую несправедливость. Ведь инструктор физического воспитания, по сути, тот же педагог, и нагрузка у него та же и физическая, и эмоциональная. А выйти раньше на пенсию эти люди не имели права. Обратились к нам, после чего мы приняли решение, изучили этот вопрос, посчитали это логичным, справедливым, и обратились мы в правительство Российской Федерации, для того, чтобы в список должностей внести еще одну должность, а именно инструктора физического воспитания. Обратились в правительство с этим вопросом еще в конце прошлого года, но тогда ответ был отрицательным. Спустя время с тем же предложением в правительство обратились законодатели из Республики Карелия, депутат Госдумы Яна Лантратова. К тому же вопрос обсуждался на встрече с Дмитрием Медведевым. В результате, наверное, всего этого потока у Министерства труда и соцзащиты родился приказ. То есть они пошли по другому пути, они не внесли в список должностей эту должность. Они установили тождество, тождество должности воспитатель и должности инструктора по физическому воспитанию. Плюс еще два приказа, которые тоже схожие, установили тождество должности воспитатель и должность тьютер. Так что теперь детсадовские физруки тоже смогут идти на пенсию после 25 отработанных лет. Ну а институт тьютеров активно развивается. Эти люди, по сути, являются помощниками, воспитателями детей с УВЗ. В детских садах края тьютеров пока нет, но за ними будущее, считает Александр Молотов, и решение, чтобы эти люди тоже имели право на досрочную пенсию, правильно. Творческая встреча поэта Валерия Тихонова с учениками 122-го лицея состоялась на днях. Напомним, он является единственным поэтом проекта «Живая детская книга Алтая», который реализовала сибирская медиагруппа совместно с библиотеками и театрами края. Видите, написано, встреча с писателем, все правда. Вот я перед вами. Это мои книги все. Немного, как видите. Валерий Тихонов – единственный поэт проекта «Живая детская книга Алтая» и его добрый друг. Он был организатором нескольких творческих встреч детей с алтайскими авторами. В некоторых, как в этой, принял участие и сам. Теперь во время подобных мероприятий школьники могут не только послушать рассказы, сказки, повести и стихи, но и увидеть истории своими глазами. Напомним, в 2023 году «Сибирская медиагруппа» выиграла грант президентского фонда культурных инициатив на создание серии видеорассказов по детским произведениям алтайских авторов. Организаторы выбирали самые интересные произведения и из длинных экранизировали отрывки, короткие брали полностью. Проект пригласили актеров алтайских театров, драмы музыкального, кукольного и ребят из детских коллективов. Съемки проводились в узнаваемых для детей местах, на главных улицах города, в парках и скверах. А Орликина не узнала. Так, а еще что-нибудь узнали? Ну, качели вот эти, на горный парк там. Живая детская книга Алтая уже разослана по библиотекам края. Там же прошли творческие встречи с писателями, тематические беседы, в которых уже приняло участие более трех тысяч детей. Когда сочетается вот такое визуальное восприятие, живое восприятие, и, допустим, еще и книжку почитать или послушать произведение, это, конечно, большой эффект имеет. Дети с большим удовольствием обращаются в библиотеку и спрашивают книги именно этих писателей после проведенных мероприятий. Совместная работа всем участникам проекта показалась продуктивной и интересной. Уже решено реализовать новый тоже с писателями. А пока живую детскую книгу Алтая можно посмотреть на сайте телеканала «Толк» и в его соцсетях. Елена Кузовкина, Дмитрий Денисов. День с толком. И на этом у меня все новости. Такой была уходящая неделя. Я напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. И поздравляю всех с Днем защиты детей. Берегите их через несколько секунд о погоде. И до встречи в эфире. Продолжение следует...